Сессия была очень интересная. Мне представляется, что организаторы форума выбрали удачное название для этой сессии. Центральная Азия, Южный Кавказ, Россия. Новые модели развития. Куда мы идем? Глобализация в том виде, в каком она мыслилась 20 лет назад. И участниками этого процесса мы были готовы все на постсоветском, на Евразийском пространстве стать. Мы полагали, что это естественный и более того неизбежный процесс с учетом и роста населения планеты, и научно-технологического прогресса. Но та форма глобализации, которая нам навязывалась в последние годы, она, конечно, не устраивала ни в коем случае нас. Почему? Потому что и не только нас, что очень важно, не постсоветское пространство, не евразийское пространство. Страны Азии были категорически против и остаются против вот той формы глобализации, которая навязывает Запад. Мы должны были принять их моральные ценности, моральные устои, общественные какие-то нормы жизни. Почему? Почему? И вот об этом сегодня тоже шла речь на нашей сессии. Мы на евразийском пространстве не только постсоветские страны, но и страны Евразии вынуждены выбирать новые модели развития. Какие? Вот спикеры из стран Содружества, а также из Китайской Народной Республики рассуждали сегодня на эту тему. Но самый главный вывод, к которому мы все пришли и который содержался в выступлениях, это то, что мы выбираем тот путь развития, который отвечает интересам наших народов и наших стран. Это должен быть свободный, независимый путь развития, который способствовал бы экономическому процветанию наших стран, сохранению национальных традиций, тех моральных устоев, к которым мы привыкли и которые мы предпочитаем. А для этого нужно активнейшее сотрудничество. Вот о формах сотрудничества сегодня говорили, о развитии транспортных коридоров. Много говорилось о инициативе Китая «Один пояс, один путь». Почему? Потому что эти инициативы предусматривают построение транспортных коридоров и по территориям стран Содружества и независимых государств. Именно поэтому на последнем форуме «Один пояс, один путь» в Пекине участвовали представители всех стран СНГ и активно участвовали. Кроме того, у нас есть собственные транспортные коридоры на пространстве СНГ, о которых сегодня говорилось. В частности, представитель Азербайджана говорил о желании их страны совместно с Россией, с Казахстаном, с Ираном завершить строительство коридора «Север-Юг». Который удовлетворяет экономике наших стран, будет способствовать поступательному развитию экономики наших стран. Представители Казахстана говорили о других транспортных коридорах Узбекистана, соответственно, о тех коридорах транспортных, которые происходят по территории Узбекистана. И что примечательно, выходит через Афганистан на Пакистан к Индийскому океану. Ну, естественно, Россия не остается в стороне. Все признавали, и это для меня, как генеральный секретарь СНГ, важно, признавали ведущую роль Российской Федерации в СНГ. Обойтись без России в этом многостороннем, объемном сотрудничестве невозможно. Все говорили о ее ведущей роли, о важности развития отношений с Российской Федерацией. В целом, мне представляется, что дискуссия завершилась на хорошей ноте, когда было сказано, да, мы за новые модели развития, за сохранение сотрудничества в рамках СНГ. И я подчеркнул, как уже резюмирую, важность тезиса о том, что, да, многостороннее сотрудничество нужно в разных интеграционных объединениях, но ни в коем случае не на антироссийской основе. Мы должны взаимодействовать на взаимовыгодный добрососедский основ.